Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль управления Министерством обороны США по снижению военной угрозы, финансирование и проведение военно-биологических исследований на территории Украины. Стали известны подробности проекта UP4, который реализовался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Нью-Касла. В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых переходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающей через страны Восточной Европы. Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение особенностей которой вызывает много вопросов. Кроме того, интересен проект ПИ-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши, в том числе приоритетом изучения бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку, возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Обращает на себя внимание и тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России в районах Черноморского побережья и на Кавказе. Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных пентагону грузинской лабораторией в кооперации с Политехническим институтом Вирджиния и Геологической службы США. Проанализированные материалы по проекту UP8, направленному на изучение вируса конго-крымской германологической лихорадки и хантавирусов на Украине, наглядно опровергает публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона в Украине работают исключительно украинские ученые, без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьезные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США. Расчетная ведомость на исчисление заработной платы, проводимую украинскими исполнителями, работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплаты Управления Министерства обороны США денежных средств за участие в исследовании напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромно по американским меркам оплата труда. Это свидетельство о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег. Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так обнаружилось свидетельство о продолжении завершенных биологических проектов UP2, 9 и 10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней. Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей, блохами и клещами. Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследования за военное преступление. Хочу напомнить, что представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов. Вместе с тем, имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в референц-лаборатории инфекционных болезней Австралийского института Догерти были переданы 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титра антител. Еще один пример. Финансирует Германии проект номер 68727ЕН по изучению возбудителей конго-крысской геморрологической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в Институт тропической медицины имени Бернарда Нохта, Гамбург, было передано 1 тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому атмосу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. В ходе слушаний, прошедшего 8 марта, в Сенатском комитете США по иностранным делам заместитель госсекретаря Виктория Нулан сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводилось исследование в области биобезопасности. Она выразила беспокойность возможностью перехода этих биолабораторий, находящихся там материалов под контролем российских вооруженных сил. По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базу данных, биоматериалы и оборудование по Львовскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии и гигиены и в Американскую консульцию города Львова. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши. По сути, своим высказанием Нулан косвенно подтвердила осуществление Пентагона военно-биологической программы